Добрый день, меня зовут Никита Севелинов и я продолжаю курс лекций по HTML5 Canvas. В сегодняшней лекции мы рассмотрим основные события от мыши и от клавиатур. Как вы можете заметить, сейчас я покажу вам на операционной системе Windows, браузер у меня Safari или Safari, и я уже написал шаблончик программы, программки инициализации Canvas. Справа у меня сам шаблон, слева окошко Canvas. Итак, давайте рассмотрим события от мыши. Есть два способа задать, ну вообще три способа, через дополнительную библиотеку можно использовать jQuery, как например, но мы рассмотрим два самых примитивных способа. Итак, чтобы задать события отклика от мыши, то есть нажмем ли мы клавишу, то есть события мыши это, допустим, курсор у нас перешел на область, вышел из области, это уже два события. События нажатия на какой-либо объект HTML это тоже есть события отклика от мыши. События удержания клавиши мыши. События ролла, то есть прокручивание колесика это тоже есть события. Тавтология получается, ну ладно. Итак, давайте рассмотрим основные события. Такие как onClick, дальше onMouseOut, onMouseOver, ну можем еще onClickDown. Или давайте вот так рассмотрим. Вот эти три покажут. Их задать можно следующими способами. Первый способ это писать события onClick и указать функцию, при которой будет вызвано, когда мы нажмем на Canvas, пускай будет называться mouse. Здесь ключевое слово желательно ставить event. и давайте посмотрим, как это работает. HelloMouse. Вот вы видите, при нажатии на Canvas у меня появилось окошко alert HelloMouse. А как же узнать координаты мыши в окне Canvas? Не во всем документе, а только вот в этом окошечке. Для этого есть функции offsetX и offsetY. Давайте посмотрим. Допустим, координаты X у нас будет равна вот мы пишем event.offsetX. Означает то, что у нас будет сейчас рассчитываться координаты относительно Canvas, а не относительно всего документа. Смотрим. вот мы видим, что 217 пикселей. Ширина у меня 400 на 300. То есть, смотрите. Ну, ближе. То есть, координаты у нас правильно отображаются. Как сделать по Y? Для этого мы просто переименуем X в Y. Offset Y. Сохраняем и смотрим. 295. Ну, близко к истине. Конечно, у нас также мы можем менять сам стиль курсора. Как вы знаете, что у нас координаты не совсем точно отображаются. Поэтому их надо будет поднастраивать. Ну, вот. Это первый способ. Второй способ я считаю более удобным, потому что он и красиво выглядит. И легок в запоминании. Ну, конечно, это сам простой способ. Но вот этот способ посложнее и получше. Смотрите. Что мы делаем? Мы здесь объявили Canvas как глобальную переменную. Функция init вызывается после загрузки страниц. Или в процессе загрузки страниц. Здесь же мы можем прописать Canvas точка ставим слушатель событий. At event listening Здесь указывается само событие. Здесь указывается функция. Capture ставится. Итак, теперь, какое событие мы рассмотрим? Пусть будет Mouse Down. Можно, конечно, вот так вот OnClick, но вот это OnClick делится на два события. Когда мы нажимаем клавишу, когда мы ее отпускаем. Мы это уже событие рассмотрели, давайте рассмотрим при нажатии клавиш. Mouse Down. Когда мы клавишу отпускаем, это событие Mouse Up. Поэтому по очереди давайте посмотрим. Mouse Down. Что мы будем делать, когда мы нажимаем клавишу? Давайте тоже посмотрим, как это работает. Mouse Down. Тогда функцию я не прописал. Здесь time event. Вот так. Вот вы видите. Так, add event listener. Function event. Так, секундочку. где-то ошибочка. А, точно. Вот такое недоразумение. Вот alert надо ставить внутри функции. Вот функция у нас. Я же ее не прописал, я ее прям тут начал объявлять. Поэтому alert относится к этому. Вот теперь мы видим, что работает. Я обновил страничку, нажал на канвас левой кнопкой мыши. Вот правая кнопка мыши. Колесико не знаю, будет работать. Да, колесико тоже работает. Давайте посмотрим, а возможно ли узнать здесь код клавиши. Для этого существует событие KeyCode по событию event event так давайте напишем вот так event . KeyCode попозже покажу, действительно правильно будет отобразить код клавиши мыши. Но первое событие мы сдал. MouseUp напишем MouseUp вот я сейчас нажал клавишу и я сейчас ее отпускаю. MouseUp замечательно. При помощи одного лишь вот при помощи событий мыши можем написать свой Paint даже больше мы можем его написать с эффектом даже который превосходит намного чем Paint наш редактор. Давайте попробуем написать простейший простейшую рисовалку. Можно писать смену цветов по-всякому рассмотрим пока что черно-белый рисовал. Только одну линию будем рисовать при помощи мыши. Так теперь что мы делаем я предлагаю вам создать еще одну переменную будет отвечать за чекпоинт а служить чекпоинт у нас будет нажата ли клавиша и она ли удержана или же она отпущена вот в этом суть чекпоинт про клавишу мыши про левую давайте создадим чекпоинт назовем флаг флаги используются также в open jale и по умолчанию пусть будет он равен нулю первое событие которое нам понадобится mouse down здесь ставим к так мы будем рисовать линию мы должны сразу начинать новый путь сетей x генпов после этого мы должны смещать начало рисования начало пера рисования в координаты мыши для этого как я уже показывал есть функция event.offsetx и offset y и стандартная функция move to offsetx event offset y замечательно да и пускай пропишу по умолчанию флаг 0 теперь в этой же функции так как функция у нас циклична мы должны еще общить функцию тоже ставим canvas точка тоже ставим на него слушатель событий здесь уже будет у нас mouse move так как у нас смотрите у нас при нажатии клавиши и при ее перемещении у нас должна рисоваться мышь следом за нашим курсором для этого мы должны поставить функцию в функции mouse down в функции прослушивателя события mouse down события mouse move тоже так же прописываем функцию event события с аргументом event летают здесь же мы можем написать для проверки alert допустим хотя давайте правильно пишем мус главное чтобы у нас это все не зациклилась вот видите да я нажал клавишу секундочку не надо остановиться я просто не прописал еще при отпускании чтобы работало так теперь вот я нажимаю клавишу мыши и перемещаю кусок вот видите при малейшем сдвиге у нас вызывается функция mouse move так теперь для чего я сделал флаг здесь мы пишем если флаг равен нулю то есть у нас клавиша нажата то он будет рисовать линию line ту и вам . а все икс и ивм . а все и это работа по умолчанию струк смотрим что у нас получается вот мы видим да что у нас идет отрисовка при нажатии клавишей перемещения курсора линия здорово но если я клавишу отпущу у меня он и дальше будет рисовать для этого я поставил флаг но вот чтобы прекратить отрисовку мы должны поменять флаг на единичку как вы можете догадаться для этого мы должны еще поставить прослушиватель событий на канвас события mouse-up и при событии mouse-up поменять флаг который равен по умолчанию нулю на флаг равным 1 здесь же мы ставим еще один прослушиватель событий mouse-up и пусть на смотрим что получается вот я нажал клавишу и веду курсор отпускаю клавишу опять нажимаю и таким способом используя всего три события мы можем написать довольно неплохой редактор ну конечно нам там понадобится намного больше строк кода но все же все будет работать теперь давайте рассмотрим события от клавиатуры нажатие клавиши key up и key down то есть наоборот все окей down потом key up давайте мы вот это все сотрем так проверяем ничего для нас не испортилось и так же ставим на канвас прослушиватель событий здесь у нас будет события здесь у нас будет функция здесь у нас будет функция здесь capture сохраняем key down просмотрим работает ли вообще key down сохраняем обновляем так где-то мы ошиблись да я забыл поставить открывающийся фигуруем скобочку и закрывающийся и поставить талет между ними так да секундочку вот еще такой у нас работать сейчас не будет почему потому что на канвас нельзя ставить обработчик события key down почему а потому что мы в него ничего не вводим он нам не позволяет что-либо туда вводить поэтому мы должны ставить прослушиватель событий относительно всего документа смотрите видите я нажимаю клавиши не работают здесь надо поставить либо винду либо документ ставим документ сохраняем обновляем смотрим я только что нажал клавишу и у меня key down поняли да почему в канвас нельзя ничего ввести в текстовое поле можно мы можем поставить слушатель событий это event listener событий кейдаун а вот в канвас нельзя поэтому мы ставим на документ или на винду что есть почти то же самое и так как же узнать код клавиш код клавиш будет у нас event.key code и смотрим я сейчас на буду нажимать стрелочку вверх стрелочка вверх это код 38 вниз влево 37 вправо 39 намного проще чем все плюс-плюс узнать узнавать код и клавиш ну вот давайте напишем что ли перемещение объекта при помощи клавиатур давайте мы вот здесь функшен animate пропишем при помощи с этой маута естественно будем действовать точнее с этой интервала с этой маут мне очень нравится итак что здесь будет во первых у нас должен очищаться всегда экран 00DH теперь мы должны нарисовать границы давайте мы будем перемещать прямоугольничек с координатами так давайте мы еще создадим объект так будет проще работать в объект у которого что есть у нас координаты по умолчанию будет допустим 10 а y будет у нас так 50 потом скорость велась сила скорей точнее сказать accelerate велась скорость будет пускай по умолчанию 1 чтобы показать работу давайте напишем так здесь ставим стикс точка строк вверх точек точка x точка ирек здесь мы должны увеличить его на чтобы он растянулся объект плюс 10 и кубчик и здесь квадратик получается так мы нигде еще не вызвать давайте мы вызовем вот тут вот у нас объект получился квадратик квадрат не получится потому что я прописал их пусть будет у нас ну вот теперь мы должны его переместить как сделать во первых вот эту функцию это event лист не ставим в функции не мы до рисования поставили здесь поставить интервал функция и рекомендую ставить по которому анимацию от 25 до 50 вообще лучше поставить 35 или 33 так теперь проверяем все работает так здесь ставим мы object x будет у нас прибавляться на object x каждый раз а по у мы не будем менять смотрим что получается у нас не двигается потому что у нас здесь 0 ставим один он начал удлиняться и двигаться почему потому что здесь меняется если поставлю x то все должно быть нормально так ну понятно мы тогда не столько здесь четыре координаты надо будет высчитывать не хочу этим заниматься давайте поставим арк окружность object x object y радиус у нас будет пускайболь 20 здесь у нас будет начальный угол конечный угол мат .пи в какую сторону мы начинаем вращать проверяем так точно мы должны написать стильс beginpuff beginpuff так и closepuff ну вот да теперь все работает так давайте мы изменим здесь вот только начальную координату здесь поставим чтобы теперь вот здесь мы вернемся на 0 как вы можете догадаться если ивент это в службе событий если ивент . кейкод равен 38 не помню это какая стрелочка сейчас проверим то у нас будет object.vx правильно унички да я сейчас нажал клавишу вверх и у меня он начал двигаться но как же сделать так чтобы он у нас при отпускании клавиш пристал прекращал движение а для этого мы просто ставим вот сюда object.vx можем убрать и поставить на 1 то есть вообще в идеале найти клавишу вправо так мы будем вправо выдвигать так давайте что здесь надо поспеть поставим давайте что здесь надо поспеть поставим так теперь так это не клавиш не вправо это у меня вниз здесь здесь вот вправо вот вы видите да у нас сейчас объект движется вправо поставим object.vx вот так а здесь у нас будет object.vx пускай будет ранее нички мы пришли к чему иначе да итак смотрим вот нас двигается вправо теперь как же взял так чтобы он двигался в другую сторону так логично что мы просто поставим здесь вот 37 вот видите да сейчас нажал вправо влево вправо влево влево ну и вниз вверх так же делаем можем пробел еще там прыжок подобное acceleration acceleration это ускорение как делается допустим поставим события 3 код 40 не помню какой код это точнее запускаешь отвечает но давайте посмотрим object.vx мы умножаем на допустим на на 2 слишком много да все останавливается вот видите да я ускорил заметьте надо прибавлять на маленькое значение чтобы у нас объект из экрана вообще не вылетел еще раз смотрим вот видите да что он просто у меня вылетел с экрана обновляем вот я нажал он ускорился можем поставить легкое увеличение вот мы видим что он ускоряется ну вот да здорово работает давайте напишем еще как я здесь клево просто нажал давайте напишем если object.x больше чем object чем v то у нас object.x равняется минус а так при отражении минус .bs object.x смотрим так не помогло да а ну вообще помогло он просто не так начал двигаться в способ а ну то а не н почти, да, здесь надо поиграться координатами, минус object.vx, а здесь у нас будет так, у нас радиус 20, значит у нас будет 40, вот у нас идет, вот у нас отскакивает, и тоже надо поиграться, тогда у нас будет плюс 50, ну, более-менее, но все же, просто проиграйте здесь с координатами и условия, ну, можем написать и квадрат к 0, небольшой, так, что мы можем еще рассмотреть с вами сегодняшней лекции, предлагаю посмотреть еще один, так, хотя нет, мы это все удалили, события рассмотрели с вами, в принципе, я на сегодня думаю все, в следующей лекции у нас будет более подробно, подробный рассказ о событиях, также мы, наверное, применим с вами библиотеку jQuery и, возможно, мы еще, если посчитаю нужным, вам будет далее интересно, то рассмотрим, как создавать мультиплеерные игрушки, но перед этим, конечно, лучше бы, если бы я вам еще показал бы, как создавать вообще элементарные игрушки, но на основе полученных знаний, если вы все посмотрели лекции, вы уже сами сможете написать любую игрушку, конечно, такие темы, как кривые без е, или квадратичные кривые, я с вами еще не рассматривал, и поговорю в начале следующей лекции, спасибо за внимание, с вами был Никита Северинов, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok